Здравствуйте, меня зовут Наталья Куркчи, я партнер рекрутинговой компании Antal Russia и сегодня мы поговорим о том, как правильно составлять резюме. Резюме это очень важный документ, который с первого взгляда должен дать правильное представление о вас как о профессионале, поэтому к его составлению нужно отнестись очень серьезно. Мнение о том, что резюме не должно занимать больше одной страницы, уже давно является заблуждением. Если вам есть о чем написать, пишите. Главное, чтобы информация была лаконичной и подчеркивающей ваши основные достоинства. Структура резюме. Во-первых, укажите свои личные данные. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, контактную информацию. Часто кандидаты выделяют это жирным шрифтом. Делать этого не нужно. Во-вторых, как можно более четко обозначьте должность, на которую вы претендуете. Если вы хотите быть менеджером по продажам, не нужно писать, что вы можете быть и аналитиком тоже. Дальнейшее содержание резюме зависит от вашего опыта. Если вы имеете многолетний опыт работы, серьезные достижения, тогда, безусловно, ваш опыт работы должен идти первым, а потом уже образование. Если же вы недавно закончили институт, то образование должно идти первым. Образование. Указывайте сначала свое высшее образование или несколько высших, а потом дополнительные курсы и сертификаты. Обязательно укажите дату начала и окончания обучения. Если ваша специализация соответствует предполагаемой должности, то стоит более подробно остановиться на теме вашей дипломной работы. Опыт работы. Ошибкой большинства кандидатов является слишком общее описание своих обязанностей, а также описание, скорее, процесса, чем результата. Например, в обязанности любого менеджера по продажам входит общение с клиентами. Поэтому, указав данную фразу в резюме, он мало кого удивит. Если же он вместо этого напишет, какое количество клиентов он привел за время работы в компании и сколько это принесло денег для компании, тогда он будет выглядеть гораздо интереснее, чем все остальные менеджеры по продажам. Далой лишнюю скромность. Если вы действительно чего-то достигли, обязательно укажите это в своем резюме. Это совершенно точно заинтересует вашего будущего работодателя. Профессиональные навыки. Просматривая огромное количество резюме в день, мы видим, что практически каждый наш кандидат является целеустремленным, амбициозным, с хорошим аналитическим складом ума и прекрасными способностями к обучению. После просмотра десятков подобных резюме, данные утверждения начинают казаться голословными. Например, если вы утверждаете, что у вас хорошие управленческие навыки, укажите почему. Например, укажите количество людей, которыми вы управляли в своем отделе и скольких из них вы набрали сами. Если же вы утверждаете, что у вас аналитический склад ума, также укажите почему. Например, вы могли использовать некий аналитический подход к решению сложных задач на своем предыдущем месте работы. Общие рекомендации по составлению резюме. И опыт работы, и образование должно идти в обратном хронологическом порядке, то есть начиная с последнего места работы или учебы. Чего не нужно делать при составлении резюме? Не перегружайте свое резюме ненужной информацией, громоздкими фразами, ненужными графиками, либо различными цветами или шрифтами. Например, резюме, написанное красными буквами на черном фоне, скорее всего, просто не будут читать. Описывая свое увлечение или хобби, не вдавайтесь в подробности. Вряд ли кого-то заинтересует, что вы умеете хорошо вязать, когда вы претендуете на позицию экономиста. Подводим итог. Составляя резюме, помните, что это краткое описание всех ваших карьерных достижений, а также ваших дальнейших целей. Поставьте себя на место работодателя и задумайтесь, возьмете ли вы такого человека на работу. Желаю вам удачи в поиске работы вашей мечты.